расстраивается на то, чтобы побеждать вот это все. Грязь в сердце не выскребает. Каждый день надо выскребать грязь в сердце. Вот я, допустим, сегодня, когда молился с утра, я почувствовал, что сегодня тяжелый день, и мне будет трудно установить контакт с вами. Будет такое чувство, как будто вы чего-то недослышиваете. Такое чувство, как между нами будет какая-то стеночка сегодня, как вчера. Чувствуете, нет, эту стеночку небольшую? Чувствуете? Ну вот это и есть стеночка. Видите, то есть я виноват, да? Все нормально. Дальше, следующий тип людей. Люди почувствовали просвет какой-то в своей жизни, начали заниматься духовной практикой. И когда люди начинают заниматься духовной практикой, происходит такой интересный феномен. Так как сознание человека не переключилось еще на внутреннюю жизнь, но человек уже понял, какие идеалы у него есть в жизни. Какие у него идеалы? Хочу жить с верующим человеком. Хочу жить среди верующих людей. Хочу благородного общения. Хочу, чтобы люди честно вели себя по отношению ко мной, не изменяли там, не делали то, не делали все. Смотрите, то есть, что это означает? Это означает, что я еще вообще ни одного желания по отношению к себе не имею. Все желания мои только по отношению к другим. Это называется идеалисты. Кто такие идеалисты? Это начинающие верующие. Это люди, которые постоянно долбают всех своей верой. Ну, допустим, я бросил пить. Ну, бросил пить, хорошо, молодец. Что это значит? Все должны бросить. Это первая стадия. Вторая стадия уже сострадания. Ты уже со страданием относишься, не с злобой относишься к тем, кто пьет, со страданием, потому что чувствуешь их боль. Почему они пьют? Потому что им больно, тяжело жить, поэтому они пьют. Но сначала злоба. Почему? Потому что этот человек не приносит мне счастья в жизни, поэтому я на него злюсь. Я не пью, он пьет, гад. Видите, это не бескорыстное поведение. Поэтому женщина, которая ненавидит свой мужа, который пьет, она никогда не извыйдет из этой ситуации. Потому что она не настроена на внутреннюю жизнь. Она хочет создать себе правильную ситуацию в жизни. И такие люди, они имеют идею в жизни. Это идейные люди. Идейные – это которые всех долбают своей идеей. Потому что настоящие верующие люди, они не трогают никого. Они над собой работают. Вот что должна женщина сделать своим сердцем, чтобы муж не пил? Она должна его принять, каким он есть. Надо с первой ступеньки на девятый этаж заходить. Прими вот мужа, какой есть. Сразу возникает вопрос. А почему это я должна его таким принимать? Потому что в этом мире не бывает ни случайностей, ни несправедливости. Вот что положено мне по судьбе, то и получила. И вот прими это все. Это объем работы. Вот оприми свой объем работы. И начиная с первой ступеньки. Начни с принятия этого человека. Как только примешь, он уже расслабится. Он уже почувствует сразу совесть. Вот как только ты приняла этого человека, у него совесть сразу же проснется. Ему уже тяжелее будет выпивать в твоем обществе. Понимаете? Вот чувствуете, о чем я говорю? Вот приняла девушка, женщина, приняла свой муж. Он приходит пьяный. Она говорит, пойдем, мой хороший. Опять тебе произошло, да? Ну, ничего страшного. Пойдем. Давай спать, ложись. Не бойся, штанишки я постираю. Все, описался. Ну, ничего страшного. Давай, ложись. Что, опять писать хочешь? Ну, сейчас принесу тебе бутылочку. Давай. Пописи. Все. Ложись. Давай. Все. Хорошо. О, видите, хорошо. Молодец. Хорошо, отлично. Привыкнуть, сразу возникает страх. А вдруг он, блин, вообще обнаглеет. Всегда. Вот это вот и есть, вот это и есть то, что всегда возникает, когда ты начинаешь правильно жить. Это шаг в пропасть, потому что мы не верим в душу. Мы боимся души. Мы думаем, что он обнаглеет. Сначала он расслабится, естественно. Первый эффект расслабления от такого отношения. Но он будет вам благодарен параллельно, что вы его поняли, что вы приняли его боль. Дальше какой будет следующий этап? Как только он почувствует вас комфортно рядом с вами, и когда он выпивает, вы можете уже его воспитывать. Если вы будете ему, когда он отрезвеет, говорить, мой хороший, я готова заботиться о тебе всегда, когда ты выпиваешь. Ну, может, давай попробуем бросить пить. Давай попробуем. Нам же тяжело в таком состоянии жить вместе. Давай попробуем бросить. Не ты попробуй бросить, а давай мы попробуем бросить. А? А он считает, почему, что это нормально? Вы сейчас приняли его или нет? Я вот вас принял такой агрессивный по отношению к мужу. А вы приняли его или нет? Ну, моя хорошая, дышите глубже. Давайте будем принимать. Вы приняли, нет? Ну, давайте, ну, вспомните святого человека. Это же вы. Это вы с прошлой жизни. Вы себя не принимаете на самом деле, ни его. Вы не понимаете, что ничего случайного не бывает в этом мире. Я вижу вашу прошлую жизнь, вижу вот похожую очень ситуацию. Вы не принимаете себя на самом деле. Примите вашу прошлую жизнь. Одна женщина ко мне подошла с мужем с таким. Говорит, Олег Геннадьевич, вы можете мне рассказать про прошлую жизнь? Я говорю, могу, вот смотри. Твоя прошлая жизнь. Она сразу оп узнала о себе в прошлой жизни. Откровение получила. Вы получили откровение сейчас, нет? А, он хороший все-таки. Нормальный. А, ну, у вас прошлая жизнь нормальная, значит, все. То есть принятие пошло, да? То есть он нормально, он и пьянствует. Ну, а? А, переживайте, что он сопьет, значит, сопьется. Если вы переживаете, что он сопьется, значит, сопьется. Когда мать провожает ребенка в армию, говорит ребенок, мой сынок, я так боюсь, что тебя там прибьют. Значит, прибьют. Доктор, а вы мне почку не отрежете вместе с аппендицитом? Значит, отрежет. Понимаете, о чем я говорю? Или нет? Как солдаты меня мать провожала, Тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек? Ой, куда ты? Не ходил бы паренек во солдаты. В красной армии штыки чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся. Слабость, видите, слабость. Не хочу работать. Просто надо, чтобы этого события не было. Не хочу трудиться. Хотите? Как трудиться? Принятие. Принятие. А? Я понимаю вас. Ну, старайтесь дальше. Продолжайте. Я тоже вас сейчас принимаю, стараюсь. Нам будем тяжело. Мы стараемся с вами. Мне тоже тяжело вас принять. Я пока не верю, что вы сможете сделать так, чтобы он бросил пить. Но я стараюсь. Это называется внутренняя жизнь. Понятно, да? А? Категорическая несовместимость. У вас категорическая несовместимость. Сейчас немножко поработаем над собой. Будет совместимость уже. А? А почему вы меня спрашиваете об этом? А? Но если вы спрашиваете меня об этом, значит, у вас с кем-то есть такое и такое чувство. Человек не может спрашивать, когда нет темы. Потому что вопрос у вас какой? Эмоциональный. Значает, переживаете вы об этом. А другие переживаете? А? У нее с вами несовместимость. У вас с ней совместимость, а у нее с вами несовместимость. Так? Несовместимость бывает. Но если по астрологии несовместимость, полная несовместимость, люди не будут любить друг друга просто и все. Ну не будет притяжения совсем никакого. Не будет возможности быть вместе. не будет симпатии мы же сердцем все чувствуем они гороскопом а ну все тогда чего переживать я знаю одного астролога он очень сильно искал себе абсолютную совместимость нашел девушку с очень высочайшей степени совместимости все планеты совпадают все супер делай предложение две недели пожили переругались разошлись другой пример один мужчина полюбил девушку в индии это был классический такой пример и так как там положено смотреть гороскоп перед свадьбой он сначала сходил к своему астрологу увидел что несовместимость сильно по гороскопу он взял поменял себе дату рождения поменял паспорт все это сделал меня паспорт дату рождения и сделал хорошую совместимость потом прожили они где-то 20 лет вместе сначала было трудно они все это пережили ну и как бы у них счастливая семья уже победили судьбу и она ему говорит вот если бы у нас была несовместимость тогда бы нам и наверное расстались с тобой а так мы с тобой вместе и он показал ей свою дату рождения настоящую после это сказал у нас вот именно такая как раз несовместимость как ты говоришь но мы живем вместе а конечно почему они не останутся чего гороскоп сильнее отношений что а а что думала мужчина что за чертовщина пошла я за водой ввязался черт мой за мной думала мужчина что за чертовщина вы очень поверхностно воспринимаете отношения между это важно да 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 про не истинные чувства а сердечное чувство не вы есть правительственным и чувствуем сейчас понимает секс а я говорю про просто чувство сердечное благородство нет вы не выразились неправильно вы так чувствуете да вам надо поменять это чувство вот смотрите когда люди встречаются они смотреть должны на благородство человека на его духовное развитие на его правильность мотивов в отношениях и многие многие эти вещи указывают на совместимость гороскоп обычно показывает хорошо в этом случае вот когда у нас мы на дискотеке встретились вот тогда может быть и несовместимость потому что совместимость же по сердцу определяет гороскоп а половая совместимость она не на первом месте стоит в этих вопросах понимать она тоже имеет значение но не такое большое это безысходность да такая безысходность это относится разные могут быть варианты разные это может быть на уровне нижнего центра когда люди совсем уже не могу чуть один это нижний центр может быть на уровне и дальше выше центра и так далее разные варианты которые могут быть такие вот такого брака говорите о браке в котором нет чувств изначально нормально нормально чем старше люди тем меньше чувств тело стареет же чувства отсыхают уже потихоньку как на их невозможно настроить понимаете вот когда люди детей настраивают тогда дети и уходят от отношений детей можно только вдохновить если вы с ними правильно себя ведете в жизни сами они вдохновляются вами и настраиваются правильно а если вы их пытаетесь обмануть ну то есть на что-то настроить на чего сами вы не настроены они этот обман сердцем чувствуют человек воспитывается не словами есть такой психолог кандыба тоже американский с крыльцкой фамилии он провел такой интересный эксперимент он использовал куклы и телевидение для того чтобы провести такой глобальный эксперимент в америке там работа была с многими детьми проведена в свое время и дети они реагировали не на слова которые кукла говорит она ее поведение понимаете то есть это указывает на то что дети не реагируют на слова они факты воспринимают больше чем то о чем родители им говорят у них другой тип разума у них не логическое восприятие а интуитивное работает они чувствуют больше то как есть на самом деле чем а то о чем говорится и так идейные люди это второй вариант второй тип у которых тоже не бывает нормальных семей когда человек становится идейным чечи семьи чаще всего рушатся вот смотрите были безразличные люди жили друг с другом не тужили человек послушал лекции бросил есть мясо там пить и думаю что с этим скотом буду жить вообще и начинает пилить его близкого человека тот уже не знает что делать как бежать и семья развали развалиться может не то что обязательно развалится он может развалиться причина заключается в том что это не любовь быть идейным человеком это не любовь идейные люди идею ставят выше человека они просто хотят себе счастливую жизнь создать понимаете искусственным образом с помощью вот вытряхивание недостатков из близкого человека они же не вытряхнуться из него достатки вытряхиваются когда человек осознает что ему это надо меняться это через любовь идет как близкий человек вот некоторые люди они агностики по природе они говорят близкий человек никогда не поменяется когда человек так говорит где у нас женщина насчет спиртного ты а вы не считаете тогда в чем проблема вот это страх означает отсутствие любви может когда человек любит у него есть сила влиять эти отсутствие любви страх или желание нажимать добить на человека тоже природа страха имеет почему мы давим на человека злимся на него ругаем его причина отсутствие возможности влиять на него влияние основной происходит следующим образом мы молимся создаем вот отношения со святостью тебя отношения дают могущество сердца сердце когда становится могущественным она может улыбаться близкому человеку может добрые слова говорить может с ним общаться совсем на другой волне это называется влияние на близкого человека когда такое влияние есть то тогда близкий человек начинает меняться смотрите как это происходит вот если вы влияете на близкого человека то какой вы человек такой таким он тоже становится автоматически просто потому что из близких отношений близкие отношения та самая большая сила меняющая жизнь человек если вы со святым человеком устанавливаете близкие отношения каким вы становитесь человеком святым вы становитесь человеком это реальность это метод основной метод вообще любой традиции духовной как человек меняет свою жизнь на что антенка настроилась туда и пошла если человек поселился в публичном доме что с ним произойдет то и произойдет понимаете на что настроился таким и стал этому близкое доверительное отношение это страшная сила она разрушает всю судьбу человек или наоборот возрождает поэтому надо близкие отношения устанавливаться святым человеком именно а потом правильное отношение начнут устанавливаться со всеми вокруг первое сначала они устанавливаются с друзьями появляются другие друзья с которыми в другие отношения возникают и сам первых изменений в жизни человек Как только друзья появились, сразу режим дня, легче, все легче соблюдать, потому что появляется сила, когда вместе это люди делают. Потом следующий этап, у него меняются привычки, друзья сначала меняются, потом отваливаются ненужные привычки постепенно. Следующий этап, если человек совсем развился, меняется окружение уже все, а потом меняется работа после этого. А только потом меняются отношения в личной жизни уже кардинально. Видите, сколько этапов развития идет, прежде чем вы достигаете того, чего вы хотите сейчас сразу. Нужно начать просто, все это постепенно приходит, и на каждом этапе все больше и больше счастья у человека в жизни. Итак, безразличные люди, неверующие, идейные — это первая стадия веры, и дальше какие люди? Человечные. Это третий этап. Человечный человек. Человечный — это который чувствует боль другого, не свою. Безразличные люди чувствуют только свою боль, поэтому они безразличные, что им на себя времени не хватает и сил. Идейные люди, они ненавидят боль близкого человека, вернее, они на нее реагируют, они ее хотят поменять. То есть они хотят поменять близкого человека. У них уже более позитивный настрой, но агрессивный все равно. А человечные люди, они себя меняют, а другого понимают. Когда человек себя меняет, а близкого понимает, вот это и называется любовью. Себя меняем, другого понимаем. И вот это понимание является самой мощной влиятельной силой. Вот если я, допустим, вас не понял, я не смогу вам помочь. Я должен вас понять, означает переварить. «Принять» означает принять в сердце, потому что трудно принять чужую судьбу всегда. Надо переварить. И тогда начинается изменение в сердце человека, другого уже. Это не просто сделать. Чтобы принять, надо понять, что ты не лучше, ты не лучше. И тогда принятие уже идет. И влияние тогда очень сильно начинается сразу. Итак, основная причина нежелания принимать советы – это страх перед насилием. Мы по факту очень сильно боимся друг друга. Нет у нас любви, у нас есть страх. Он очень глубоко сидит, мы часто его не чувствуем. Страх. Мы боимся друг друга. Боимся, что нами завладеют. Боимся, что будут вот так понукать нами. Мы боимся, и поэтому мы не идем вот на эти сердечные отношения. Мы живем в страхе. Этот страх преодолевает с помощью любви. Любовь устанавливается со святостью, святым человеком, священным писанием, святой землей. Когда человек чувствует святость, у него появляется сила, сердечная сила, и страх пропадает. «Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею». Видите, уже петь начал потихоньку. Не надо в себе разбудить святость. Это невозможно сделать. Надо служить святому человеку, а себе вообще не думать. Если ты не можешь, значит, надо плакать. Плакать в своем сердце. «Хочу найти». Это же найти святого человека, это же подарок. Подарок приходит, когда слезы человек проливает. «Я хочу найти такого человека». Нужно чувство включить это. Потому что такое святой человек? Это отражение вашей совести просто. Совесть вам покажет сразу, как только вы будете достойны. Сразу покажет святого человека. Искать не надо. Все найдено уже, просто вы не видите, и все в этом проблеме. Значит, недостойный. Надо поплакать, попросить в Бога. Святой человек – это представитель Бога. Или больше сказать, это присутствие Бога в нашей жизни. Некоторые люди думают, что они Бога могут во сне увидеть. Это все бред полный. Бога можно только увидеть через святого человека. Или священное писание. Или святое место. Это первый контакт с Божественным, с Богом происходит через святость. Первый контакт такой, самый легкий, незначительный. Который уже меняет сильно жизнь человека. Итак, причины неуважения. То есть мы говорили с вами о том, что уважение является второй стадией любви. Третьей стадией – верность. Верность – это когда что такое? Что такое верность? Это уже вот это то, что в песне поется. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Это вера от смерти меня темной ночью спасает. Помните, да, вот эту песню «Темная ночь, только пули свистят по себе». Что там за песня такая? Человек сидит в окопе. Там ветер звенит в проводах, пули свистят. И он верит, что он не погибнет. Почему? Потому что его жена в это время сидит возле коляски с ребенком, не спит и слезу пророняет. Между ними вот такой контакт. Они верят друг в друга. Понимаете? Это уровень верности в отношениях. Когда люди защищают своим сердцем друг друга уже, защита идет. И они уже чувствуют очень много духовных качеств друг друга в отношениях. Поэтому возникает вера. Вера – это что такое? Это реальное чувство духовных качеств близкого человека. Это не просто там какая-то типа «я тебе верю». Нет. Это реальное чувство, которое реально связывает людей. Люди в это время чувствуют очень сильно родственные связи вот эти. Родственные означает возвышенные. Возвышенные чувства друг близкому человеку. И причина неуважения между супругами означает оскверненное пространство, которое окружает человека в жизни. Пространство, жизнь в бреду телевизоров, в бреду интернет, в бреду книжек этих всех фантастических там или романтических, в бреду выпивки. Вот жизнь в бреду всего этого означает невозможность уважать близкого человека. Потому что это все пространство не дает возможность сердца почувствовать и открыть. Это грязное пространство, грязная жизнь. Пространство, в котором тебя развлекают и что-то от тебя хотят – это не то пространство, где сердце отвлекает, где сердце раскрывается. Только отношения со святостью, отношения чистые, возвышенные отношения дают возможность человеку уважать, начинать, уважать близкого человека. Это аскеза, уважение – это аскеза. Это аскеза. Это не то, что я тебя уважаю. Ты меня уважаешь? Уважаемые люди. Это аскеза, понимаете? Уважать, может, человека за что-то, а что-то надо в нем увидеть. Быть может, ты на свете лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Время нужно, чтобы уважать человека. Время нужно, отношения нужно строить. А это возможно, когда у тебя есть душевная сила. Если ты пришел домой, включил, мертвые не потеют, посмотрел там, переключил на кабельное телевидение, вот, или кабельное, кабельное, вот. Посмотрел там это все, порнуху эту посмотрел. И что? У тебя силы появляются сердечные? Уважать другого человека в этом случае? Нет. Сердечные силы от святости получаются. Когда ты чистоту человеческую видишь, тогда ты сможешь увидеть и в близком человеке чистоту. Нежелательное общение, скверненное пространство – это основа жизни без уважения. Пустой, скучной жизни, основанной на развлечениях, сексе и зарплате. Если у нас все хорошо, секс нормальный, зарплата есть, все развивается, значит, у нас все хорошо, семья развивается. Это может закончиться в любой момент. И тогда, что происходит, все рушится у таких людей. Но даже если все хорошо, все равно человек не может жить в этом пространстве, в котором нет чистоты. И поэтому постепенно накапливается недоверие в отношениях. Это тоже вызывает неуважение. Потому что мы много чего видели, понимаете? У человека всегда есть склонность бояться близкого человека. Допустим, мы сходили к друзьям, мой муж улыбнулся, жене, как бы подружке моей, подружке улыбаться начал. Я пришла домой и уже как-то ему не доверяю. Чаще всего это остается на годы потом чувства. Сердце не очищаем, не молимся. И вы скажете, а как можно очистить? Он ведь реально улыбался, подружки. А что такое улыбка мужа, подружки, вот если разобраться? Что это такое? Это просто результат нашей жизни. И все. Когда у мужчины нет любви, мужчина не может жить без любви. Ему нужна энергия любви. Нет в семье любви, она закончилась или никогда не была. Тогда что происходит? Его чувства начинают искать. Сами. А подружка это кто такая? Это такая же женщина, которая обладает силой влиять на чувства. Она просто симпатичная сама по себе. И она как антенка реагирует, когда на нее обращают внимание. Это происходит все спонтанно. На спонтанном уровне просто. Он почувствовал, она почувствовала. Произошел контакт. Союз Аполлон. Этот контакт произошел на подсознательном уровне, понимаете? Давайте я сейчас закончу эту тему. Это другая большая тема. Мы сейчас поговорим. Сейчас закончу. Смотрите. Уже второй раз задали вопрос, поэтому сейчас отвечу. Смотрите. Интересный момент. Вот это вот просто контакт союз Аполлон. Знаете, это просто контакт и все. Потому что когда девушка красивая, мужчина реагирует. Он удивляется этой красоте. Она ему бьет по мозгам. Когда ему по мозгам дало, это удивление, женщина тоже от него цепенеет сразу. Она, когда это видит в мужчине, она не может устоять тоже. Наступает взаимное разрушение мозгов. Причем это происходит автоматически. Просто само по себе, понимаете? Просто потому, что в семье нет достаточной защиты. Когда муж с женой защищены отношениями, тогда эта реакция не работает, понимаете? Нет контакта союз Аполлон. Ну, красиво-красиво, и все нормально. Ну, нет такого, что раз нокаута нет, понимаете? Я вижу тебя под кромкой туман. Вижу, я вижу тебя. Вот. Нет, вот мозги не срывает. Но если мозги сорвало у мужа, в чем проблема? Это значит, у нас что-то не то в семье развивается. Но чтобы это понять, ведь надо молиться, мои хорошие. А естественно, что возникает в сердце? Газ такой, все, больше не могу я с тобой жить. Понимаете? Проблема-то в чем заключается? Проблема в том, что вот эти спонтанные вещи, которые возникают у нас, они являются результатом просто нашей жизни. А мы как это воспринимаем? Очень серьезно. Потому что это касается любви же. И это все накапливается. И само собой накапливается, увеличивается уровень недоверия друг к другу. Зачем я за тебя вышла замуж? Зачем? Зачем я женился на этом человеке? Тем более культура способствует. Вот девушка, допустим, идет с мужем в кино. Она одевает короткую юбку. Почему? Потому что такая культура. Она же не понимает, что это бьет по мозгам. Ей важно, чтобы она была эффектной, влиятельной. Но эта влиятельность-то к чему приводит? А? Горизонтали? Ну не сразу, но может быть просто приводит к тому, что он с женой пришел куда-то там, поздоровились. И сразу мужики рядом стоят на жену такие. Сразу развезло рядом с ней. Он говорит, ну пойдем, пойдем отсюда. А ее, она не может пойти, потому что ее тоже развезло. Это же реакции просто происходят, понимаете? Как веды говорят, женщина как огонь, а мужчина как масло. Когда масло тает, масло тает, а огонь что делает в это время? Разгорается. Женщина становится красивее, когда масло тает, а масло тает. Означает, что у мужчины теряется воля. Его развозят сразу. Она тоже такая. И пошло дело. Это все реакции просто возникают сами по себе просто и все. А причина без культуры? Женщины не знают, как одеваться просто и все. Причем интересно знать, что с точки зрения эстетики, уважения, вот ко мне подошла одна девушка, которая опубликовала мусульманские материалы свои на сайте у нас. Она подошла, у нее, на лекции ко мне приходят, у нее такая голова покрытая таким голубым, ну как бы это, таким одеянием. Очень красиво. Я когда в Уфе ко мне такие три девушки, они выпускают такой мусульманский журнал, когда они показали эти одежды, вот такие вот, этой культуры, я просто обалдел. Понимаете, когда женщина вот в таком красивом одеянии, закрытом, вся такая, как изваяние, понимаете, вызывает сразу сильное уважение. Первое, что возникает, уважение, и второе, такое, как богиня, как будто, что-то недоступное, понимаете. Другой вариант, девушка стоит, вся открытая, какое чувство доступности и вожделение. Вожделение – это противоположность уважению женщине. Это не означает, что мужчина ее уважает, нет, хочет ее эксплуатировать просто. Поэтому разумные женщины, они хотят, чтобы их уважали, и они поэтому так одеваются, чтобы уважительное отношение было. И поэтому они какого-кого в мужья себе получают? Того, кто может уважать женщину, означает разумного человека. Можно по-разному же привлечь, да? Итак, накапливается недоверие постепенно. И причина заключается в неправильной жизни в целом. Нет духовности в семье, поэтому теряется уважение. Субтитры создавал DimaTorzok